У Вани Тузова пропал велосипед. Этот велосипед мать купила Ване в день рождения. Как только новенькая сверкающая машина появилась во дворе, ребята потеряли покой. Всем хотелось на ней покататься. И Ваня больше стоял у подъезда, чем ездил. Такой уж у него характер, не мог отказать друзьям. Ваня был влюблен в свою машину. Каждое утро он выводил ее из подъезда и начинал мыть, чистить и смазывать. Ребята удивлялись, как не надоест ему. Другие за все лето тряпкой не дотронутся до своих велосипедов, а он ежедневно трет его до солнечного блеска. В это утро Ваня, как всегда, побежал за велосипедом в подвал дома, где находились кладовки. Однако через минуту он выскочил во двор, размазывая по щекам слезы. Увидел в скверике ребят, бросился к ним. — Ребят, кто-то мой велосипед украл. — Как украл? — поднялся со скамейки Андрюша Шустов. Серьезный и вечно лохматый хлопец. Но нет его в кладовке. Ребят сначала не поверили, но когда спустились в подвал, убедились, что велосипед пропал. Вот те, на, еще сильнее взерошил волосы Шустов. — Мамка дома? — На работе, забывая, проговорил Ваня. — Только вечером придет. Все, кто прибежал на место происшествия, и Шустов, и Алька Жохов, и Тимка Корольков, и Котика Блинчиков, задумались, как быть. Они хорошо знали историю покупки Ваниного велосипеда. Началось все еще прошлой осенью, когда дом только что был отстроен и заселен жильцами. К ребятам неожиданно подошел маленький черноголовый мальчишка с большими, тоже черными глазами и без всяких предисловий заявил. — Мне летом исполнится восемь лет, и мама купит велосипед. Она уже отложила немного денег. — Ну а дальше что? — мрачно спросил Тимка Корольков, возмущенный таким бесцеремонным вмешательством в их деловой разговор. — Дальше, — опешил мальчишка. — Я тогда всем вам дам покататься. Тимка сразу подобрел. — Ну тогда хорошо. Не люблю Скупердяев. Мальчишка обрадовался и выложил, что его зовут Ваней Тузовым, что отец его, геолог, погиб в горах при обвале. Теперь они живут с мамой в шестой квартире, и у него есть сестренка Нюся, правда совсем еще маленькая, и ходит в детский садик. Мальчишка ребятам понравился. Шустав хлопнул его по спине и сказал, — Когда купишь велосипед, скажи. Если кто обидит, тоже скажи, мы ему дадим. А теперь беги играть. С этого времени ребят стали интересоваться, как идут дела у Вани, сколько уже у него денег. Все понимали, что сразу купить велик трудно. Ванина мама Мария Семеновна одна работала на троих. Наконец, однажды мама сказала Ване, — Ну, сынок, идем покупать. Ваня мигом слетал во двор и сообщил радостную новость. И когда Мария Семеновна, Ваня и Нюся отправились в магазин, за ними двинулось человек двенадцать во главе с Андрюшкой Шуставым. В магазине сразу стало тесно. Покупатели кольцом окружили продавца, который пытался, как им казалось, подсунуть Ване самый плохой велосипед. — Этот не бери, — кричали они. И черный не бери, — перебивали другие. — Голубой проси. — Товарищ продавец, покажите синий или вон тот коричневый. Продавец, маленький очкастый старичок, заткнул уши пальцами и хотел бы прорваться сквозь кольцо ребят, но это ему не удалось. Он беспомощно опустил руки и сморщился, словно у него заболели сразу все зубы. Ребята облепили голубой велосипед с коричневыми шинами, который всем понравился. — Мы вот этот берем, — сказала Мария Семеновна. Ваня осторожно взялся за руль, выкатил велик на улицу. Он как улыбнулся в магазине, так и шел с этой улыбкой до дома. Он устал, вспотел, но никому не разрешал помочь. А когда Нюся потрогала седло, Ваня испуганно зашипел. — Да не трогай, а то сломаешь. Ребят засмеялись. Что это за велосипед, если Нюся такими маленькими пальчиками может его сломать? И вот велосипед пропал. — Что же делать-то? Как помочь? В подвал влетел Яшка Коржнев и Андрюшкин одноклассник. — Что случилось, граждане? — торопливо произнес он, с любопытством просунув в кладовку длинноносую голову. — А что в самом деле у Ваньки велосипед стибрили? Тимка кивнул головой. — Да ну, — изумился Яшка. — Вот здорово. Андрюшку словно толкнули иголкой. — Че ж тут здорово, этот балбес. — Ну, я это сказал в смысле того, что... — Яшка пошевелил пальцами около своего носа. — Понимаете? А вообще очень жалко, конечно. Но потому, как вел себя Яшка, было видно, что ему совсем не жаль ни велосипеда, ни Вани. Сначала он глумакомысленно помолчал, пошевелил губами, потом стал на цыпочках обходить полутемную кладовку. Он останавливался в каждом углу и водил носом по сторонам, к чему-то принюхиваясь. Затем прищурил глаза и долго глядел в потолок, будто видя там что-то особенное. Ваня продолжал плакать, ребята с интересом, а Андрюшка сердито следили за Яшкой, который все ходил и ходил по кладовке. Кто и откуда мог знать, что Яшка в эти дни до одури зачитывался приключениями знаменитого Шерлока Холмса и сам захотел таким стать. Теперь Коржнев вовсю строил у себя сыщик. Наконец Яшка остановился у дверей, пристально смотря на замок, сломанный ломиком в три часа ночи. Яшка ждал, что ребят заинтересуются такой осведомленностью и, конечно, спросят, как это он узнал. Но все продолжали молчать, лишь Ваня, глотая слезы, твердил тыча рукой. Вот здесь он стоял, вот в этом углу. Яшке даже обидно стало, что никто не клюнул на его удочку. Он уже привык к тому, что большинство мальчишек слушают его, подчиняются и считают атаманом. Вот почему, проглотив обиду от первой осечки, он загадочно улыбнулся и почти равнодушно сказал, «А я знаю, кто украл велик». «Кто?» — почти хором спросили мальчишки. Увидев, что у ребят глаза загорелись от любопытства, он поломался, покуражился и важно сказал, «Только, чтобы никому не звука, появилась банда, главарь одноглазый, у каждого пистолету и ножу». «Да брось болтать», — хмуро проговорил Андрюшка. «У парня беда, а ты не веришь?» — загорячился Яшка. «Так я скажу». Он дважды осторожно оглянулся и зашептал. Получено сообщение из достоверных источников. «Каких источников?» — удивленно поднял брови котиков-блинчиков, юркие, постоянно шмыгающие носом мальчишек. «Ну, из источников. Из воды, что ли?» «Да нет, это, словом, знакомые оперативные и уполномоченные милиции мне по секрету сказал. Сейчас вся милиция поднялась ловить банду одноглазого». Андрюшка слушал, слушал и махнул рукой. «Пойдем, ребят, теперь этого звонря не остановишь». И Андрюшка и Тимка и вслиповущий Ваня ушли. А Яшка плел и плел всякую всячину, пока Алька и Котька не поверили в его выдумку. Тогда Яшка предложил, а давайте поможем ловить бандитов. «Как это мы поможем?» — пролепетал Котька и даже струсил немного. «У меня есть план для нас, безопасный. А где ловить будем? В подвале держище». Тут удивился уже Алька. «Что они, бандиты, совсем безмозглые, что ли? Зачем они снова в подвал полезут?» «Ну, ты криминалист!» — презрительно сплюнула Яшка. «Запомни, тот, кто украл, например, вчера, сегодня обязательно придет на это место, чтобы убедиться, не оставил ли он следов. Это ж каждому младенцу известно». После этих слов и Алька и Котька совсем приуныли. «Неужели приходят?» «Ну, а ты как думал?» Яшка был доволен, что нагнал на ребят страх. «Вы прямо скажите, будете участвовать в операции?» Алька долго морщил лоб и, наконец, выдохнул. «Буду!» «Только боязно что-то». На него почему-то слово «операция» произвело удручающее впечатление. «Я тоже буду», — бодро произнес Котька. «Чего там бояться? Я вообще ничего не боюсь». «Сказал, а у самого губы побелели». Яшка глянул на Котьку и усмехнулся. «Ты молодец, главное не трусить. Со мной никогда не пропадете». Потом, потер от удовольствия руки, обратился к Альке. «Ну что, идем, Ватсон?» «Какой еще Ватсон?» «Ну, это друг Шерла Холмса. Словом, не будем, коллеги, терять времени. Пошли на пустырь».